АИДА МАЛАХОВА Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета предоставляет возможность студентам обучаться за рубежом. В России грядут перемены. Правительство Российской Федерации ушло в отставку и планируется внесение поправок в Конституцию. В КФУ открылась выставка новых поступлений в Музеи университетов за прошедший год. В России грядут перемены. Правительство Российской Федерации ушло в отставку и планируется внесение поправок в Конституцию. Подробнее об этом в сюжете. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации. И по его итогам правительство ушло в отставку. Со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе. Также президент подписал распоряжение о рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Российской Федерации. В рабочую группу вошли 75 политиков, законодателей, спортсменов, музыкантов, артистов, ученых и общественных деятелей, в числе которых Евгений Султанов, заведующий кафедрой конституционного и административного права Юридического факультета Казанского Федерального университета. Первая встреча рабочей группы по организационным вопросам состоится 16 января, а рабочее заседание пройдет 17 января. Напомним, в декабре 2019 года фонд «Общественное мнение» провел опрос среди граждан России. Следует ли пересматривать Конституцию и вносить в нее изменения? По результатам, 68 респондентов проголосовало за внесение поправок. Также Владимир Путин отмечает, что мнение граждан страны о будущих изменениях Конституции является определяющим. В связи с этим окончательное решение о внесении поправок будет принято по итогам голосования россиян. Полина Романова, Универньюз. Как сообщает Совет Федерации, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая 2020 года. И мы переходим к следующему сюжету. В КФУ открылась выставка новых поступлений в музеи университета за прошедший год. О том, какими экспонатами пополнились фонды в 2019-м, расскажет наш корреспондент. В 2019 году исполнилось 215 лет Казанскому университету и 40 лет Музею истории КФУ. Коллекции музейного комплекса пополнились большим количеством уникальных экспонатов. За указанный срок в фонды поступило 1544 единицы хранения. Часть из них попала в экспозицию уже традиционной выставки новых поступлений, которая открылась 16 января. Интересным экспонатом этой выставки является печатающая машинка Олимпия с арабским алфавитом. Которая была приобретена в Казанском университете в 1960 году по распоряжению первого секретаря обкома Фикриата Табеева. На ней очень долгое время печатались брошюры, методички для изучения истории татарского языка с использованием арабского алфавита. Кроме печатной машинки на выставке представлены семейный фотоальбом начала 20 века химиков Лавицкого, шпионский фотоаппарат Киев-30, казахский чапан, привезенный доктором исторических на Украине Фахрудиновым из Шимкента и множество других интересных экспонатов. В выставке приняли участие геологический, зоологический, этнографический музей КФУ, музей истории, музей казанской химической школы и музей Евгения Завойского и Николая Лобачевского. Наши студенты привозили экспонаты, и, наверное, самые такие интересные, необычные для нашего региона, это из Индонезии, привозили в ДАР, передавали как презент преподавателям, но, безусловно, мы передавали их в музей, чтобы все могли увидеть. И Индонезия у нас до этого не была представлена в собрании музеев. На выставке, конечно же, не удалось представить все поступления за прошедший год, но самые интересные из них уже заняли свои места в постоянных экспозициях университетских музеев. 9 сентября 2019 года ректор университета Ильшат Равкадович Гафуров подарил музею истории фортепиано 1930 года выпуска, производитель немецкая фирма «Зеймер». Мэр города Казани, выпускник юридического факультета Ильсур Медшин к юбилею 215-летию университета подарил чашу. Сейчас она тоже является украшением музея истории Казанского университета. 27 ноября 2019 года Казанский университет был награжден орденом за заслуги перед республикой Татарстан. Он вместе со знаменем и орденской книжкой также стали украшением музея истории КФУ. Именно в этот юбилейный год впервые музей истории представляет не только грамоты о награждении Казанского государственного университета имени Ульянова Ленина орденами Ленина и Трудового красного знамени. В этом году мы наконец-таки смогли представить для всех наших посетителей и гостей эти два ордена, которыми был награжден в советские годы Казанский государственный университет. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Многочисленные образовательные программы Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета предоставляют возможность студентам обучаться за рубежом. Об этом расскажет наш корреспондент. Образование за рубежом стало заметно доступнее. К тому же обучение нефтегазовому делу за границей является одним из мощнейших факторов для дальнейшего профессионального продвижения. Именно такую возможность и представляют многочисленные образовательные программы Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Так, например, в рамках работы стратегической академической единицы и коняфть бурное развитие получили программы двойных дипломов. Здесь речь идет о магистратуре международного формата с известнейшими университетами мира. Обучаясь, студенты могут получить сразу два диплома, причем один международного образца. Уже сейчас можно отметить, что сотрудничество с коллегами из Германии будет расширяться, чему поспособствовал проведенный цикл встреч представителей КФУ с коллегами из Института бурения и добычи Фрайбергской корной академии. Также обучение, которое проходит полностью на английском языке, по программе «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии» запустили совместно с Французским институтом нефти. Основные программы для получения двойных дипломов – это программа с Французским институтом нефти. Называется она «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии». Суть программы заключается в том, что один год студенты учатся здесь, у нас в КФУ, и те студенты, которые прошли конкурсный отбор, они уезжают во Францию и учатся там еще один год. Таким образом они получают два магистрских диплома. Один у нас по геологии, и второй во Франции по разработке нефтегазовых месторождений. Вот я закончил именно такую программу в свое время. Казанский федеральный университет не первый год очень тесно сотрудничает с вузами Китая. С момента подписания соглашения о сотрудничестве между КФУ и Юго-Западным нефтяным университетом, Казанскому федеральному была запущена программа обмена студентами между университетами. Каждая из образовательных программ, реализуемая университетом, является действительно амбициозным и перспективным проектом. Так, после окончания студенты могут рассчитывать на продолжение образования или карьеры за рубежом. У нас сейчас самая такая популярная программа, это программа Petroleum Engineering, она называется на английском языке. Она у нас идет между КФУ и Имперским колледжем в Лондоне. Там уже целых 10 человек учатся сначала у нас один год, потом они едут в Лондон и учатся там еще один год и получают два диплома по разработке. Один у нас, один в Лондоне. Спонсируются они Роснефтью и БП. Лилия Баталова, Лилия Табасова, Универньюс. Канал Матч ТВ проводит розыгрыш. Настоящий факел Универсиады 2019 может стать твоим. Подробнее вы узнаете в следующем видео. Ребята, привет! Меня зовут Андрей Романов, я ведущий Матч ТВ и у нас есть для вас отличные новости. Мы начинаем флешмоб Факел Универсиады 2019. У вас отличная возможность выиграть символ студенческих игр в Красноярске. Для этого вам нужно записать видео о том, как вы круто занимаетесь спортом. В качестве примера можете воспользоваться моим инстаграмом и посмотреть, какие я штуки вытворяю на турнике и что я делаю в плане воркаута. Это шутка, конечно, но, тем не менее, можете воспользоваться, друзья. Просто покажите, насколько у вас классная физическая форма. Лучших определим 25 января, в Татьянин день. И, опять же, лучшие будут показываны в прямом эфире на телеканале Матч ТВ. Обязательно называйте себя и ваш университет. Андрей Романов, Гацали. Поехали! Напомним, условия конкурса доступны в инстаграме Матч ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и всегда оставайтесь в курсе самых свежих новостей. Еще увидимся. Пока!